Итак, девятый ход. Первый игрок у нас Хэнк. И также весь этот ход, так как он арестован, пропускает Сайлос. Он просто оказывается в полицейском участке. А в следующем ходу уже он будет ходить по правилам нормально. Так, ну давайте-ка восстановим заклинание, что особо родиться не вижу. Сейчас восстановлю, потом. Так, Хэнк у нас выходит. В Бездну у нас идет только один портал, поэтому даем жетон исследования. Давайте-ка посмотрим. Древняя тварь. Давайте-ка сразимся с ней. Так, плюс 0, плюс 5, плюс 2. 7 кубиков. Так, и у нас есть аж 4 успеха. Так, мы получаем, то есть Хэнк получает свой первый трофей Моцар. Так, и далее он попытается закрыть или запечатать. Даже не знаю. Давайте запечатаем знаком древних. Так, запечатываем знаком древних. Он тоже выходит из игры. Один жетон снимаем, ставим его в соответствующую локацию. Так, это у нас получается жетон врат. Что у нас еще происходит? Ага, по одному жетону здоровья и рассудка надо снять. И все шестиугольники должны исчезнуть. Шестиугольники. Тут вас нету. Так, темный юнец есть у нас? Есть у нас? Есть таковые? Здесь тоже нет. Значит, только темный юнец возвращается. И фаза мифа. Так, площадь независимости. Жетон, который мы сняли, возвращается. Возвращается в другое место. И это опять слух. Что-то происходит на улицах южной части города. Ставим маркер. Вот сюда. Жетон. Улик снимаем. И куда нас ведет новый портал? В страну снов. Так, ну и монстр, соответственно, появляется. У нас появляются косые черты. Вот так. Уходишь на улицу. Косые черты у нас есть. Косых черт, по-моему, у нас нет. Справа, что остаешься здесь. Так. Треугольники, шестиугольники. Шестиугольников нет. И звездочек тоже нет. Так. Зато у нас есть треугольничек. Хтонец. Бросьте кость. Четыре, пять, шесть. Каждый сыщик Гвархеме теряет по одной единице здоровья. Бросаем. Хэнк теряет одну единицу здоровья. Так. Ну и давайте, собственно, посмотрим, что это у нас за слух. Так. Душитель с юга атакует снова. Ага, каждый ход, начиная со следующего, будет возвращаться по союзнику. Если один сыщик сбросит пять улик, находясь в доме мамаши, каждый сыщик получит по пять улик, как награду от полиции. Если не останется больше улик, то верните эту карту в коробку. Каждый сыщик должен снизить их. Максимальный показатель рассудка. Или здоровье на единицу. Либо рассудка, либо здоровье на единицу до конца игры. Ну, как-то, я думаю, мы не будем концентрироваться на союзниках в этой игре. Также я посмотрел, в чем же состоит бонус карточки ПА. То есть, где ПА и в чем состоит бонус карточки ПА. То есть, прохождение. Давайте-ка посмотрим. Если мы проваливаем максимальный показатель, рассудка снижается на единицу. Если же мы проходим, то мы получаем плюс один к воле и плюс один к сна. А хотя нет, это может помочь. Нет, мы потратим все-таки пять улик, наверное. Так, далее Далее у нас начинается следующий ход.